Благодарим Аллаху, потому что мы вместе собрались в самый лучший из дней, в пятничный день, в самом лучшем месте в доме Аллаха, и мы не смогли бы найти этот путь, если бы Аллах не наставил бы нас на этот путь. Просим также Всевышний Аллаху, как Он у нас вместе собрал и каждую пятницу собирает, чтобы также нас вместе собрал в высшую степенье жанна и фирдэвус секунь. Субханаллах, от пятницы быстро, от пятницы, от пятницы быстро время пролетает. Это минармед феймесса, без признака службы у меня, то, что время быстро будет проходить. Субханаллах, брат один записку сейчас написал. Я зачитаю, чтобы для всех нас было как напоминание, как эба, как наставление. Ассаляму алейкум, Асхад Хазрят, сегодня ночью моя сестра разбила машину и умерла. Пожалуйста, ради Аллаха, сделайте дуа вместе с джамаатом, заранее спасибо. Вот такие вот часто мы слышим вместе. То есть она же не собиралась умирать, она же не знала, что не думала, что уходит в аварию и уйдет из этой жизни. Поэтому Аллах, субханаллах, в Аллаху, касательно смерти, говорит, «Валь-тай-ти кунда-да», смерть придет к вам внезапно. То есть смерть, она не будет, когда Дауд, как говорится, в эфир, когда пришел, постучался к нему ангел смерти, Балик-Им-аут. И тогда он спросил, «Увидел первый раз то, что раньше не видел, ангела смерти». «Кто ты такой? Я тот, который не стучится во дворце, перед тем, как зайти, и я тот, кто не спрашивает разрешения у правителей». Тогда я говорю, «Алисалам, ты ангел смерти?» Только ты можешь не стучаться во дворце и не спрашивать разрешения у правителей, у кролей. «Дай мне возможность подготовиться к смерти». Хотя, «Алисалам, когда мы читаем про сахабов и предраку Украира, перед мачехой смерти, это не значит, что у них слабый иман, они готовы. Но до того у них такла, до того у них богобоязненность, потому что им кажется, что сколько бы они благих делали, сделали это мало. Даже «Дай мне возможность еще подготовиться к смерти». «Я Дауд, это фулан, 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 фулан». «О, Дауд, умер этот тот, твой сосед, твой родственник». «Неужели у тебя не было достаточно времени, чтобы подготовиться и взять это к себе как напоминание?» Поэтому для нас не надо напоминание, братья, наша сестра, жена из этой жизни. «Ее, брат, здесь сидит среди нас». «Дай, Аллаху, худр, вам сабах». «Все мы ведем из этой жизни». «Каждая душа покидает эту жизнь». И Аллах, субханам, фулану, нас сотворил нас для того, чтобы жить здесь вечно. А «Шайкаана sale…» и «Василиз нашептывал, что мы здесь пришли навечно». Как будто мы для этой жизни сотворили. И забываем на протяжении жизни во время этой суеты, мы забываем вообще что оно бесплатное. Гонимся из-за чем-то, не забываем о хитаях, поэтому это для нас с вами напоминание, для нас с вами, в первую очередь, не нам всем это напоминание, уважаемые братья, поэтому смерть, она приходит незапно, и да, у нас в том, что проявила эта сестра, явилась своими, что ввела ее в рай, дай у нас, которые вели бы награду, с ночи, если она в ночь разбилась, до щенок, иншаллах, если она была верующая, праведная, кто, кто в пятницу умер, не будет наказан в могилество, а сейчас у нас как раз тема, про наказание на сваркнение могилы, как раз это для нас, некое такое напоминание, и субханалла граждане идет из этой жизни, и вот даже если сейчас, подумайте, брат, сколько уже там, 30 лет, 35 лет, 50 лет, 60 лет, скажем, скажем про свою жизнь, он не будешь нам 30 лет, так сказать, в 15-20 минут все закончилось, халас, я родился, поступил в школу, в садик один, в этом городе, потом работа, работа, потом женился, дети, все, что еще, поэтому, объясните, чтобы все, что это следует, то я вам скажу, сколько вы провожили на земле, ладно,honор,bbah, мы столько же в suppressed с ним, что страдо и мы перестали на белой вот здесь, мы прожили в Kay let's-on, тот же меняUE в куран Then God hasBooks, когдаヤ бь Coca-czę подбудить, 950 лет призывал Аллаху субханалтану больше. Даже, как говорится, Пророк Мухаммас сказал Баллиймух, одна женщина плакала, когда похоронила своего ребенка. Тогда Муха сказал, почему плачешь, за кого плачешь? За своего ребенка. Сколько ему лет? 350 лет. 350 лет я плачу. Раньше долго жили люди, но награда была маленькая. Сегодня Пророк Мухаммас сказал Баллиймух. Примерно 60-70 лет человек живет, это максимум. Маленькое дело делать – великая награда. Мало живет, но наградам много можно получить. Кто в день сказал сто раз в утром, 100 наград возьмет, простите ему 100 грехов, и как будто он освободил 10 рабов. Одного раба освободите, человек отдаляется, спасается от доказания. Субханаллах. 10 раз спасается от ада. Это легко, сколько раз времени? 5-6 минут после этого времени. Какая это великая награда. Ночь предопределения. Лучше, чем тысячи месяцев. Одна ночь. В Мекке. Один намаз. Как сто тысяч намазов. Некоторые ученые говорят, один аркаат, как сто тысяч намазов. Получается, два аркааты 200 тысяч лет будет ему enhancement с Аллаху. 200 тысяч аркаатов, как и *** Белики. И награды Аллаху раздаёт в у 많ину у нас Получается synchronism с DS ж into Manyama. И самое главное мой брат, в которой умерла Сeszрафу, у кого у нас погибли близкие, мы должны понимать то что срок смерти невозможно никогда изменить то есть бывает что это говорит если бы чуть-чуть бы там скорая пораньше при помощи слова если вы открываете это было зафиксировано если она не умерла в аварии а друг по другой причине поэтому сейчас он зафиксирован и мысли живем из милость аллаху нам то что мы не знаем когда мы умрем представляете завтра 12.05 ты умираешь или сегодня там после чего ты в твое сердце как тяжело было или через год ты умираешь какого-то числа как-то так тебе тяжело было это избился аллаху то что он скрыл поэтому верующий должен быть всегда готов к встрече со всемишним аллаху субханам атака постоянно должен делать благите стремиться к вам до час и он зафиксирован ну как умрем если человек человек может умереть вся жизнь человек может умереть поднимали алкоголь говорят а тост или взяли каждого человека поэтому мы должны делать и тени чтобы умереть тоже в и в основном кто живет на благо он и благо он идет из этой жизни на ночь аначе и на таране чайфим солныф именем обещая обусы длина махмед дано прослушать вот эти хадисы сердцем то что будет после смерти фиргугу расставим дуне братья чуть-чуть оставим дела оставим давайте подумаем то что вы тоже все мы представим вспоминайте о совершении наслаждение то есть смерть это нам помогает подготовиться к встрече с аллаху субханам атака мы не боимся смерти просто должны быть думать что мы приготовили для денег когда мы встретимся с аллахом субханам атака она выражает наслeros но п They said Con самые пар они выбыли Olde веселоお願いします avi понимаю что это стать земли webinars объяв activate и победил или дальше и что чтобы стать confessuring В один день мы пришли с посланником Аллаха, чтобы похоронить одного из жителей Медины на похорону. И когда мы его положили в могилу и начали подкапывать, вот этот боковой подкоп, и когда его клали в могилу, Пророк Мухаммад сел около могилы и тут рядом с Юсей. И мы так себя чувствуя, как будто над нами прилетали птицы, то есть боялись шелохнуться, то есть некий такой страх, правда. То есть вот это вот хейда от пророка, мы почувствовали то, что он хочет сказать о чем-то важном. И когда Пророк Мухаммад сидел, около могилы в его руке была ветка, которая вот так вот, вот так вот, вот как могилу, вот так вот чертил в могиле и думал. Потом, после этого, когда он так поднял голову на нас и сказал, Два или три раза сказал, прибегайте к Аллаху к защите от наказания могилы. То есть повторил. Пророк Мухаммад селлаху азин, что-то повторял и указывал на важность. Сын Маклама. Вот он сказал, Сын Маклама. Вот он сказал, Когда вот мусульмане, вот как раз вот касается нашей истории аварии, когда вот только-только должна случиться авария, когда только-только рух, душа должна выйти, в этот момент, это время называется, когда человек переходит из измерения в дуния, временная обительная, как вечность, и вот в эту секунду спускается к нему ангел с небес, говорит право Мухаммаса Аллах Алиса, с белыми, с белыми лицами, к мусульманинам, подобно тому, светлые лица, подобно солнцу, сказал право Мухаммаса Аллах Алиса, и в их руках саван из савана рая, то есть мы, когда человека хороним, заворачиваем саван этого тела, так же и саван для души, куда заворачивает его душу, и рядом с собой эти ангелы держат запахи благовольные из благовольного рая, и рядом с ним, с его душой, с его телом, садятся рядом с ним, после этого приходит ангел смерти, то есть он уже видит этих ангелов-человеков, вот уходит из жизни, первое, что он видит, ангел, который приходит с рай, с кафелем израиля, с мистем израиля, рядом с ним садятся, и потом приходит ангел смерти. И садится рядом над его головой, и говорит верующему, о прекрасная душа, представляете, как прекрасно слышать, и мы не переживаем, что своих близких, о своих родственниках, ангелов израиля, запахи рая, как и называют, и тебе обращаются, значит, красивее, милее, подобно солнцу, о прекрасная душа, прибегай, выходи из этого тела к прощению Аллаха, и к довольству Аллаха, и сказал Раб Мухаммад, И выходит душа подобно тому, как будто вытекает, как вытекает последняя капля из бурдюка, кожаный бурдюк, легко так выходит, с леглости выходит душа из тела, то есть тела это даже одежда для нашей души. И эти ангелы берут эту душу с этим за мягкостью, с заботой, и берут, передают, и долго не держат в руках, то есть не держат даже на мгновение ока, то есть бывает, когда человек, например, куда-то хочет зайти, и там очередь, и ждет свой учеб, это не все, это не все, это не курю, чтобы он не ждал, то есть он устал от этой дырни, освободился от этой дырни, и выходит эту душу с запахом, подобно самым приятным запахом, который существует на этой дыре. И через каждое небо, когда он проходит, проходит время ангел, на небеса, жена ангелы, обитает ангел Аллаху, и каждый ангел говорит, Машаллах, какая, как прекрасная эта душа, что это за душа? Они говорят, это такой-то, сын такого-то, или такая-то, точно такого-то, самыми, лучшими именами, которые он любил, когда его обращаются к этой дырни. Как ты любишь, чтобы тебя обращаются к этой дырни? Хабиби, его любимый брат, или там, когда дети обращаются, бабушка, дорогой мой, там, сын такой, сын такого-то, один говорит, ко мне только по отчеству обращайтесь, по отчеству будут обращаться, как он любил, субхану с Аллаху, с самыми лучшими именами, и закончу первые дни, то есть знаете, сколько небес, и небес, первая саная дни, там закончу с ним здороваться, его приветствовать, его обращаться к ним, с самыми лучшими именами, и тогда вопрос от разрешения, чтобы открыли небеса, и откроют этим ангелом, с этой душой, с кафлими израиля, с самым райом, откроют дальше небеса, и будут поднимать его. И так, будут его поднимать с одного неба, потом приближать ко второму небу, к третьему небу, к четвертому, к пятому, к шестому, до седьмого неба. Выше седьмого неба, выходят с над Бахом, как с того, как с того, как раз море, встание 500 лет ходьбы, потом тронул Аллаху, с седьмого неба, его поднимают, и тогда Аллаху, суханалу, расскажет, уктюба китада, аби, хадави, алилилим. Запишите, моего, этого раба, в список книги, алилилим. Если китапу, алилилим, у седжин, седжин грешник, и не верующий, алилим, верующий тех, которые будут, обрабатывать на рай. То есть, запишут его список, суханалу, когда тут, какое-то мероприятие, думаешь, там, у меня есть, или нет, у меня пригласили, или нет, в сухон. Поэтому здесь, его список запишут уже, то, что он из тех, кто воронил. И верните его душу в землю. И Аллах Сухану сказал поистине, из земли я их сотворил, в землю я их верну, и из земли я воскрешу их. Суды день. То есть, из земли нас сотворил, землю нас вернёт, из земли нас воскрешу. Каль, фату'айду руху фи часадни. И говорит, про Мухаммад, саллаху, это всё рассказывает с сахабам, и в этот момент, его рух, его душа обратно, вернётся в его тело. Фаяктийим Малакан. После этого, прийдут к нему два ангела. Фаючки саден, и фаякулали ах. И сядут рядом с ним два ангела, и скажут, Мэн Рабок, кто твой Господь? Фаякуль, верующий, Рабби Аллах, мой Господь Куллах, фаякулали ла, на дейм, и скажут, какая твоя религия? Мусульмане скажут, Фаякуб, это не али-ислям, моя религия, ислям. Фаякулали ла, нахадаржу, ликвику, и кафику. Кто этот мужчина, который был неспостан среди вас? Фаякул, хуа, расулу Аллахи, салла Аллаху, он поставит Аллаху, салла Аллаху, али-ислям, фаякулали ла, скажут ему, вонарин, какие твои знания? Фаякуль, что у тебя есть изнания? Он скажет, Я читал книгу Аллаха, уверовал в эту книгу. И тогда слышит голос небес, голос Аллаха, мой раб сказал истину, сказал правду, он лжал. Причем невозможно будет обмануть, если в этой жизни человек может как-то, хочет как-то обманывать, обмануть всевышно, но автоматически он сам себя обманывает, в судный день невозможно, в могиле невозможно обмануть. Знаете, почему? Потому что раз он не будет в могиле, будет сердце. Аллах в Коране, он сказал, сказали бы, мы уверовали, скажи, скажи, вы не уверовали, а только приняли славу. А вот когда иман проникнет ваше сердце, тогда вы сможете сказать, что вы уверовали. Если в сердце у человека был иман, если он любил Аллаха, любил посланника Аллаха, любил свою религию, читал Кур'ан, жил по Кур'ану искренне сердце, тогда легко он ответит на все эти вопросы. Легко ответит на эти все вопросы. И тогда Аллах сказал, что мой раб говорит истину. То отрешу его ковер в рай. Оденьте на него одежду рая, обитатель рая, и откройте ему дверь в рай, чтобы он видел свое место. И тогда, и когда он откроет дверь в рай, он будет видеть свое место в раю, почувствует запах этого рая, прекрасный запах. И ему будет показано ему место в раю на расстоянии горизонта. То есть сколько он сможет увидеть, увидеть свое место в раю. Представляете, отдыхая, я не отдыхаю, видит свое место в раю. И в этот момент, то есть, еще не закончено, вот эти вот подарки Аллаха, придет к нему человек с прекрасным лицом. Хасанит я, красивые одежды, от него будет приятный запах. И скажет ему этот человек, радуйся, то, что тебя обрадует, то, что тебе уготовлено. Это твой день, который тебе был обещан. Ты там скажешь, а ты кто такой? Твое лицо, оно такое лицо, которое обрадует, радует благе. Этот человек скажет, я твои благие дела. Я твой намаз, который ты читал, я твой Кур'ан, который ты читал, я твой садат, который ты давал, я твое хорошее отношение к родителям, я твое переживание за религию, я твой талаб-ул-аим, требование знания. Ты меня сделал таким красивым. Я твое благие деяния. И этот человек сказал, рабби, а ты висарь, хатя арджаи ла ахни ва мали. О, Аллах, сделай так, чтобы побыстрее наступил час, судный день, чтобы я побыстрее вернулся к своей семье и к своему имуществу. Субханаллах, уже так прекрасно, я вижу, что меня там ждет, сделай так, чтобы побыстрее открыться с своим папой, своим мамой, с моими детьми, с пророками, шахидами. Зашел в рай и к этому, то, что я власть не видел, ухо не слышал, и человек даже такое представить себе не может. Потом Пророк Мухаммад продолжает и говорит, а если человек был неверующим, и когда он в предсмертном состоянии, к нему спустятся ангелы со страшными лицами, с темными лицами, одежду принесут с собой и потом уже будут ждать ангела смерти. И придет ангел смерти и сядет этот ангел смерти над его головой рядом с ним скажет ему о плохая секретная душа выходи из этого тела к гневу Аллаха, его наказанию и вырвут его душу из его тела, Подобно тому, как железный крючок, когда захватывает, если у человека шерсть какая-то, и намокла эту шерсть, как он вырывает эту шерсть жестко, так же его выдернут жестко, его душу из его тела, и завернут его, оденут в эту одежду, в обитателе Ана. И выйдет эта душа с запахом, с самым плохим, гнилым запахом, который существует в этой дуне. Самый такой запах мертвичина, или чего-то. Такой будет запах. И будут поднимать его на небеса. Когда будут проходить между ангелом, смотрите, какое унижение, какой позор, когда будут проходить между ангелом, ангелы спрашивают, что это за скверная душа? И будут говорить фулан, мне фулан, это такой-то сын такого-то. С самыми плохими именами, которые он называли, которые он не любил в этой жизни, так его будут называть. Это такой-то сын такого-то. И когда его поднимут на первое небо, сама дуня, и попросят разрешение открыть, с первого неба ему не откроют. Сама-то. он прочитал, когда рассказывал это, постановитель Аллаху, салам, зачитал айя, где Всевышний говорит, «Инна львина кедзаму бина ядина, мастакбару анха, ла муфаттиху ламу агвану ссамат, вода лид хунудан льжанната, хатта я риджал джаману физан бинал хияр». Зачитал сорок, сорок айя, сурат Аль-Аррах, когда рассказывал эту историю про Мухаммад, салам, поистине те, кто не поверил в наши знамения, и те, которые высокомерились, проявил высокомерие над нашими аятами, не откроются ему двери в небеса. Имеется в виду, какие двери в небеса, первые даже салат дуни не откроются в него. «Валай яти хунудан льжанин», и эти люди не зайдут в рай до тех пор, пока верблют и перепрыгнут через пушку иглы. То есть, это невозможно, никогда не зайдет в рай. «Валай яти хунудан льжанин», «Валай яти хунудан льжанин», и тогда Аллах Субханаду сказал, «Воисимодажа, мир и мир не обрежет хунудан». Тогда Аллах Субханаду сказал, «Уктиву китабу китабу в седжин, в ард с сухи, фататраху руха тараха, ثума караа. И Аллах Субханаду сказал, «Запишите его имя в книгу седжин, обитатель Адам». И потом кинут его, выкинут его душу. Я читал Пророк Мухаммад, салаллаху алиху ассалям, «Вамейну ширик билля, лимна каэнна нахарра минас сама, фатахтав ултай, аудахуи и ирби, аудимакалин сахи». Прочитал 31 ая 40 аль-хач. Тот, кто делал ширик, придавал Аллаху Субханаду, товарищу, подобно тому человеку, который стремительно падает с неба, то есть его душу выкинув с неба, и неожиданно захватывает его хищными птицами, либо унесенному ветром далеко-далеко, то есть как будто его падает, падает душа, ему падают хищные птицы, забирают его душу, так жестко забирают, или ветер его сдувает, и возвращается его душа в его тело. Приходят два ангела, и они его рядом сажают с собой, и скажут ему, «Мен, раб Бог, кто твой Господь?» «Я не знаю». То есть, представляете, как он захочет ответить на этот вопрос? Субханбилляй, алихм. Сейчас человеку другому, неверующему спросите даже, неверующему человеку спросите, кто допал Аллаху? Как минимум, сказал Аллах, это я слышал, этот Бог мусульман, а исламу, религии мусульман, Мухаммад пророк, мусульман. Ну почему он не сможет ответить, только, когда он будет нуждаться, если он был из холмы Алиса, из народа, из уммы Алиса, и не следовал за Алиса, Иблим Майя, он не сможет ответить, «Аваммед, Набия Алиса, мой пророк Алиса». Почему? Потому что он не следовал, потому что не было у него сердца, верующий, неверующий человек, хотя даже на уровне разума и столько узнал, но на уровне сердцу у него не было, он там будет отвечать сердце, скажет, «Я не знаю». И тогда он услышит голос Аллаху Субхану وتعالى с небес «Ан-кадад». Он обманщик, он был, он не жил, с чем наши знамения, для себя не поверил в них, в наши знамения, был неверующим, он обманщик, он «кадда». Постелите ему дорогу, ковер в ад. Откроете ему дверь в ад. Когда откроет ему дверь из ада, он почувствует ветер, вот этот горячий ветер ада, всему вот эти отравы, которые бывают в аду, все это прочувствует. И тогда для него могила будет узкой, узкой. До того и он сожрут его в могиле, потому что ребра зайдут друг к другу. То есть так вот ребра ему сломаются. Но не сломаются, они будут сходить к нему. И придет к нему мужчина с плохим, страшным лицом. И я с грязной одеждой, плохой одеждой, с плохим запахом. Радуйся тому, не то, что к тебе сейчас придет. Радуйся тому, что к тебе сейчас придет. Это тот твой день, который тебе было веще. Ты не верил в Аллаху, сейчас он к тебе придет. Ты не любил религию Аллаху, ты был тираном, ты был неверующим. Ты, вот, настал твой час. То, что тебе было обещано. И тогда он сказал, кто ты? Твое лицо пришло с каким-то плохим. Какой новостью? Я твои скверные дела, я твои плохие дела, я твой щит, я твой ненавид, я твое неверие в Аллаху, я твой атеизм, я твое многобожие, я твои харамные вещи, которые ты делал, ты меня таким сделал. Никого не вини, кроме самого себя. И тогда он скажет, О, Аллах, сделай так, чтобы судный день не настал. То есть, Пханна, если сейчас, если сейчас уже такое наказание, тогда что будет дальше? О, Аллах, отдались в судный день. Уважаемые братья, вот это для нас такое напоминание, которое сказал нам в послании, Аллах, саламу алейкум, просим Аллаху, саламу алейкум, чтобы это было для нас, чтобы это для нас было неким таким наставлением, неким таким напоминанием, то, что с каждым это произойдет. И мы сейчас посмотрели, что два вида людей, оба они жили в этой дуне. Но одного такое и только, другого такое и тут. Поэтому, это нам для того, чтобы мы задумались, чтобы не меняли вечность, вечную, сяга, вечно, вот это счастье на какой-то минуты этой жизни, в которой на эти грехи, на эти грехи, на... то есть для того, чтобы задуматься и жизнь вот как раз наше сестра ушла из этой жизни, это салавария, случилась авария, Аллаху амм, сколько мы будем жить, и Аллаху, человеку, дал выбор, как правильно уйти из этой жизни, какой путь выберется. И, конечно, в первую очередь, мы просим дуау, Аллаху, саламу, постоянно, я всегда повторяю, я не устану повторять нам, самое большее, что просил Мухаммад, саламу алейкум, саламу алейкум, о, Аллаху, о, перворачивающие сердца людей, о, припимаю сердцем твоей религией, и даже посланник Адлаху, саламу алейкум, хотел, чтобы Аллах укрепил его сердцем в религии. Не знаю, саламу алейкум, сколько фиталь бывает, человек выходит, то есть заходит в интернет, меняет свои мысли, то есть меняет свои вероубеждения, или с кем-то познакомился, или что-то случилось в протяжении его дня, он поменял религию, саламу алейкум, надолился от Аллаха, поэтому мы должны просить себя самым великим, что мы можем просить, то есть человекы просит iffeоблизí в реанимации, для этого мы должны просить, но более величайно, что мы можем попросить, чтобы она укрепила с него на клейбом пути, чтобы кто-то просит, чтобы его дети сдали на неё. Ухам, это я хорошо постоянно, а там пет charges, но здесь более важнее молитву, чтобы мы можем попросить, чтобы Аллах нас иначе, лети укрепила его релегей. Кто-то просит хорошую работу, у него долги Яна, и он не может, уже не знаю, устроиться там проблем здесь не знаю как бы мне заработать это хорошо но более величины из бракой попросить его укрепил нас его любили но у меня на сервер кодов садов крупные на даре садов на варене махаммад варене